В период подготовки к Олимпиаде в Сочи стартовал проект «Открытое море». Мэр города поручил сделать доступ к морю свободным для всех жителей и гостей курорта. Исключением стали только лечебные пляжи. Большинство арендаторов согласились сразу, однако переговоры с некоторыми оказались тяжелыми и затяжными. По инициативе сочинских властей были приняты поправки в федеральное законодательство, что сделало возможным перевести ситуацию в юридическую плоскость. Мэрия подала исковое заявление в суд на снос объектов. В итоге владельцы маяка приняли решение, не дожидаясь решения суда, собственными силами демонтировать конструкции. Было заключено досудебное соглашение. Металлический забор на этой территории убрали. Снесены также магазины, капитальные постройки и часть водных аттракционов. Помимо этого, кафе «Фрегат» сейчас уже частично демонтировано. И кафе «Массима», которое находится в 50 метрах от нас, оно будет приводиться к первоначальному виду. Были демонтированы все надстройки, которые были самовольно построены. И будет приведено к первоначальному виду, согласно техническому паспорту, который на данный момент имеется у компании «Восолидус». В итоге там, где было бетонное покрытие, уже к следующему сезону появятся новые аэрарии, а также парк с зелеными насаждениями и небольшими детскими аттракционами. Оставшиеся небольшие кафе и водные горки, как следует из проекта, гармонично впишутся в новый дизайн Приморской набережной. При этом доступ на все пляжи останется свободным. В мэрии заверили, что реализация проекта «Открытое море» продолжится и в дальнейшем. Все объекты сомнительной законности будут снесены или приведены в соответствие с требованиями, установленными для пляжных зон в Краснодарском крае.